МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Не хочешь – заставим. В Брянске задержана банда организаторов фирмы по оказанию секс-услуг. Операции «Автобус» инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия. Как не стать жертвой преступления? На важной теме с первоклассниками поговорили сотрудники полиции. В честь праздника, накануне профессионального дня таможенника, Брянский краеведческий музей пополнился культурными ценностями. Важным и долгожданным событием для всех бежичан стало окончание реконструкции майского парка. На днях там заработал и новый фонтан. Все, как говорится, для людей в обновленном парке. Но люди есть, видимо, не для таких мест. В интернете публикуют фотографии уже испорченного паркового имущества. А недавно произошла и первая драка. По словам свидетелей, старшее поколение, изрядно выпив, не поделили качели с молодежью. Без комментариев. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, организующей занятия проституцией. Лидером являлась девушка 87-го года рождения. К своему бизнесу она привлекла и бывшего супруга, и нынешнего, а также брата. Всего семь человек. На группировку работали также пять водителей-сутенеров и около 20 девушек, в том числе и несовершеннолетних, непосредственно оказывающих сексуальные услуги. Данные лица с помощью сети интернет в соцсетях принимали на работу девушек из неблагополучных семей, в том числе и несовершеннолетних. При том, если девочки отказывались работать или не устраивала заработная плата или условия работы, их вывозили, избивали, применяли к ним физическую силу. Одну из потерпевших топили осенью в озере. После чего три недели она пролежала в реанимации. На сегодняшний день выявлено пять притонов, в которых оказывались интимные услуги. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время пяти участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение по части 3 статьи 240, это течение занятия проституцией, и части 2 статьи 241. Организация занятия проституцией. В настоящее время задержан один из лидеров преступной группы, и ему предъявлено обвинение по данным статьям, и он находится в СИЗО. С 21 по 27 октября на территории области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом подробнее расскажет инспектор ГИБДД области Лидия Ноздрачева. Здравствуйте, уважаемые участники Дорожного движения. За 9 месяцев текущего года на территории Брянской области зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В результате данных ДТП 8 человек погибли и 158 человек получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей автобусов произошло 25 автоаварий, в результате которых 2 человека погибли и 40 человек были травмированы. На территории нашего региона на постоянной основе осуществляется контроль за водителями транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Особое внимание сотрудники ГОИ обращают на легальность деятельности перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей, а также соблюдению водителями режимы труда и отдыха. Только за два первых дня автоинспекторы проверили почти 600 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, в том числе 200 автобусов, осуществляющих межрегиональные перевозки, и 26 международные. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 246 водителей автобусов, 18 должностных лиц автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и один индивидуальный предприниматель. Данные профилактические мероприятия продолжатся до конца текущей недели. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. У первоклассников 67-й брянской школы состоялся необычный урок. Вместе с учителем полицейский. Тема «Как не стать жертвой преступления». Цель занятия – научить ребят действовать в той или иной ситуации, которая может сложиться. Также научить их размышлять и принимать решения. Все обучение в диалоге и в игровой форме. Даже сказку «Волк и семеро козлят» ребята проанализировали с точки зрения преступника и жертвы. Я считаю, что это занятие было актуально в наше время. И ребята запомнили те ситуации, правила основные, которым они непременно будут следовать. Я думаю, что такие встречи надо проводить чаще. В Брянске 22 октября стартовал антинаркотический месячник «Брянщина. Жизнь без наркотиков». Цель проводимых мероприятий – привлечение внимания к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Также среди задач антинаркотического месячника приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, повышение роли общественных институтов в решении вопросов реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Организаторы месячника предлагают жителям области активнее взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об известных вам фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков сообщайте по телефону доверия ОМВД России по Брянской области 72-22-33, код города 4832 или по номеру 02 с мобильных телефонов 102. На очереди рубрика «Правовой аспект» мы задали три вопроса прокурору. Близкий человек в реанимации. Я хочу попасть к нему хотя бы на пять минут, но меня не пускают врачи. Законно ли это? С 9 июня 2019 года вступили в силу положения законодательства закрепившего право родственников пациента посещать его в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Обязанность по предоставлению возможности родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с установленными требованиями, возлагается медицинскую организацию. На Министерство здравоохранения Российской Федерации возложены полномочия по утверждению общих требований к организации посещения пациента, его родственниками и иными членами семьи или законными представителями медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях. Имеет ли право работодатель сократить работника, у которого жена находится в отпуске по уходу за ребенком? В соответствии со статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается следующим категориям семейным, при наличии двух или более иждивенцев, нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающего от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию, лицам в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увече или профессиональное заболевание, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества, работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. Коллективным договором могут предусматриваться и другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на данной работе при равной производительности труда и квалификации. Возможно ли рассмотрение уголовного дела в суде в отсутствие подсудимого, если тот не является на судебное заседание? По общему правилу судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого. При его неявке рассмотрение уголовного дела должно быть отложено. Суд вправе подвергнуть подсудимого, не явившегося без уважительных причин, приводу, а равно применить к нему или изменить ранее избранную меру пресечения. Однако, если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести, сам подсудимый ходатайствует о рассмотрении дела без его собственного участия, уголовно-процессуальный закон это допускает в соответствии с частью 4 статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Более того, согласно части 5 статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса, в исключительных случаях судебное разбирательство и по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации или уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу. Участие защитника при рассмотрении такого уголовного дела является обязательным. 25 октября отмечается профессиональный праздник сотрудников таможни. В преддверии этой даты брянские таможенники передали Краеведческому музею культурные ценности. Сегодня мы передаем Брянскому Краеведческому музею монеты времен царской России, швейные машинки и старинные печатные здания. Всего 13 предметов. Теперь они будут доступны жителям и гостям города Брянска. А те эмоции и впечатления, которые они получат в виде предмета, возвращенные таможенниками, высшая оценка нашей работы. Все культурные ценности, переданные музею, были изъяты таможенниками при попытке вывоза за рубеж. Например, три старинных богослужебных книги обнаружили инспекторы Володарского таможенного поста в личных вещах пассажира поезда Москва-Ковель-Львов. Недели позже в этом же поезде у гражданки России изъяли часовник с текстом на старославянском языке. Все эти печатные здания, созданные более ста лет назад, признаны экспертами культурными ценностями. Среди тех вещей, которые нам передаются, передается монета времен Екатерины. Это, безусловно, такой ценный экспонат, который пополнит коллекцию нашей нумизматики и, безусловно, займет одно из вот таких вот достойнейших мест в этой коллекции и станет предметом изучения. Я поздравляю коллег с профессиональным праздником, желаю благополучия их семьям. Мы, как и прежде, будем стоять на защите рубежей нашей Родины, в том числе сохраняя историческое и культурное наследие России. Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем успеха в работе всем сотрудникам таможни. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин